Украинская прокуратура Командир Кедр в прошлой жизни меня звали, Дмитрий меня звали, я сам киевлянин, сразу же добавил бы, я действительно таких людей, как я считаю, врагом украинского государства, это правильно. Единственное, что я бы поправил бы, не враг украинцев и украинского народа, для меня это разные вещи, украинский народ и украинское государство и его лице, которое сейчас находится в Киеве. Никакой взаимосвязи между народом украинским и государством лица Порошенко быть не может. Это люди, которые пришли к власти незаконно и поэтому мы здесь находимся, я нахожусь здесь со своими товарищами. Сейчас мы находимся в село Мариновка, мы находимся недалеко от границы с Российской Федерацией. Наш путь был от Славянска, от города Славянска и до сегодняшнего дня. Это у нас получается середина апреля, середина марта, середина мая, середина июня и середина июля. Четыре месяца, четыре месяца войны. Многое было за это время, потеряно наших товарищей в бою, убитыми, ранеными. Но еще больше мы приобрели друзей, боевых товарищей, боевых братьев своих. Намного больше, в сотни, в тысячи раз больше мы приобрели, чем потеряли. Есть у нас ополченцы с Российской Федерацией, есть у нас с Грузии парни, есть у нас с Белоруссией. Большинство, конечно, это людей с Украины. Те же самые украинцы. Есть люди, у нас есть командир, который разговаривает чисто украинским языком. Есть люди, которые разговаривают с уржиком. У нас нет деления на национальности или на вероисповедание. У нас есть люди, которые веруют в языческих богов. У нас есть люди, которые в Мормон, вот у меня служил. У меня есть люди, которые ходят в протестантские конфессии. Но большинство, конечно, основной костяк, это глубоко православные. Скажем так, это православные люди. На середине костяк это люди воцерковленные, православные, каноническая, украинская, православная церковь, Московская Патриархата. Аллах Акбар! Какой Аллах Акбар! Господи помилуй! Аллах Акбар! Господи помилуй! Ну естественно, люди, которые живут на территории Украины. Это и крымчане, и киевляне. Западная Украина есть люди. Ну преимущественно здесь, это Донецкая область. Там джанчане, горлочане, с Мариуполя. География широкая у нас на костях. Это русские, которые живут на территории Украины, украинцы, которые живут на территории Украины, православные люди. Началось у нас появление вся вот эта вот война. Вот об этом поподробнее, в том числе, среди прочих причин ненависти к ополчению, указывается на то, что, дескать, все это проект ФСБ, действия Кремля, что никаких сепаратистских настроений не было на территории Луганска, Донецкой Республики, других областей и так далее и тому подобное. Вот как вы здесь оказались? Как заговорят, что в Славянск вошли люди Путина и стали структурообразующим ядром ополчения. Если бы они не вошли, то этого бы не было. Я знаю, что это не так, но вот вы на своем личном опыте боевом, пожалуйста, проверните это. Ну, что, можно было добавить, что Путин вместе с нами заходил сейчас, сказать, и Медведев подтаскивал патроны. Как все это начиналось? Ну, как начиналось? Начиналось это не вчера и не с появления нашего в Славянске. Были общественные движения в Киеве, в Донецке, в других городах Украины. Были массовые акции, были вот крестные ходы, которые я имел отношение к организации многолетним. Это люди друг друга ознакомились, узнавали друг друга. И это можно сказать, нас можно назвать реакционерами. Мы проявили реакцию на то, что произошло в Киеве, связанное с последним Айданом. Люди, которые знали друг друга, которые воевали в армии, которые имели какой-то опыт в военном деле, им пришлось взять в оружие руки и зайти в город Славянск. Уже с оружием в руках, автоматы от Плашникова были на тот момент. Оружие было взято у украинских военных, где-то выменено, где-то куплено, где-то забрано в наглую. Так пришлось поступать. И меньше сотни человек зашло в город Славянск. Это было 12 или 13 апреля этого года. Ехали мы очень в город Славянск на машине с хорошим названием «Новая почта». Это как-то некий такой, даже юмор в этом есть. Да, это месседж. 62 человека вооруженных приехали в город Славянск на «Новую почту», посылочка такая пришла. В течение дня мы взяли контроль над этим городом. Мы сделали этот переворот. Ладно, в этом власть там делилась всегда, всю историю человечества. Произошел переворот сил зла. Фашисты, в полном смысле слова, кристаллизованная фашистская идеология пришла к власти. Естественно, имея в генах наших людей, в генетике, это противоядие против фашизма. В нашей истории было 40-е годы прошлого века. Люди легко поднялись на борьбу с киевской фунтой, легко брали оружие в руки, легко присоединялись к нам. Так и 60 человек стало, несколько сотен. Потом нам удалось приобрести и тяжелое вооружение, там те же гранатометы, те же противотанковое вооружение. Реакция украинской власти была очень заторможенной, очень замедлительной и очень самонадеянной. Это дало нам время для того, чтобы приобрести более хорошее вооружение и держать оборону. Уже мы смогли с некоторым временем удержать оборону города Сталинска и, естественно, пригорода Семеновки. Ключевого места, где и был приобретен основной боевой опыт нашего подразделения. Это было самое боевое подразделение Семеновское. Семеновский батальон, который получил название по поселку Семеновка, это пригород. Под 45 дней мы там держали оборону, практически там плохо вооруженными. Отбивали атаки, танковые, полеты. Это батальон Моторолы. Да. Батальон Моторолы для всех. Те, кто были в Семеновке, это Моторолы. Да, это был батальон Моторолы. Там еще есть три роты, которые были при батальоне Моторолы. Моторола был при батальоне по этих трех ротах. И так мы получили название. Но уже парни наши подчеркнули, что есть аналогия, историческая аналогия. Один из потешных полков Петра Первого, это был Семеновский потешный полк, из которого потом выросла целая армия. Победительница по наследию потом стала. И так же здесь аналогия есть. Это Семеновский батальон, который получил название. И естественно, командир там был Моторолы со своим подразделением. Яркий командир, прекрасная личность, горд знакомством с ним. И там наши парни получили основной боевой опыт, основной боевой крещение. Тут уже вышло очень подготовленное подразделение. Я вообще считаю, что... Вот многие считают, что вход из Семеновки, из Славинска, это некое наше поражение. Ни в коем случае. Я уверен в том, что подход из Славинска и Семеновки нельзя рассматривать как отдельную операцию. Это составляющее звено. Это надо рассматривать от входа в Славинск и до прихода сюда. Сейчас некий такой завершающий этап этого. Вот посмотрите. Выход к российской границе. Да, к российской границе. Мы... Вот такие факторы. Мы зашли... 62 человека в город Славинск. Вышли несколько тысяч. Мы зашли туда в простым ополчением. Вышли уже подготовленным боевым подразделением. Мы заставили украинскую армию потратить миллионы, 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 миллионы гривен на то, чтобы стянуть войска в городе Славинска. Потратить огромные резервы, ресурсы, это немаловажно. И когда уже их карательная операция подходила к концу, действительно, вряд ли мы выдержали такую арт-подготовку, которая была стянута туда, то нас там не стало. И те ресурсы, которые были потрачены в карательную операцию, они были потрачены впустую. Ну, еще мы показали своим перемещением, ну, это же не шутка, несколько тысяч человек переместить из одного места в другое за ночь. И при этом минимум потерь. Это была неожиданность для противника. Это говорит о том, что вся украинская разведка, вся украинская армия не могут контролировать наши перемещения.